здравствуйте дорогие друзья вы на канале колдунблог с вами катера в танке и сегодня мы рассмотрим такой вопрос стоит ли покупать танк супер першинг в преддверии нового года когда у нас появляются уникальные скидки которые появляются очень редко то есть мы получаем 15 процентную скидку на танк супер першинг во внутриигровом магазине и также есть у нас скидка в премиум магазине там и танк покупаем включая со слота вот как вы знаете супер першинг относится как раз тем танкам которые являются одними из самых доступных это при всем при том что это так находится на восьмом уровне то есть как видите мы должны заплатить за танк со скидкой 6120 золотых монет без скидки 7200 что в общем то не так уж то и много учитывая что например на седьмом уровне советские ветки да есть такая машина как су-122 вот которая без скидки стоит 6750 золотых монет то есть практически столько же сколько супер пишем вот ну конечно да вы не будем спорить о боевой эффективности и там преимуществе в альфа страйке дпм тем не менее по умолчанию супер першинг находится на восьмом уровне и соответственно имеет большую доходность при прочих равных нежели машины седьмого уровня поэтому как бы многие задаются себе вопросом стоит ли покупать эту машину ведь она такая доступная и мы сразу же получим доступ к машинам восьмого уровня премиум которые приносят наибольшее количество дохода из вообще возможного то есть это самая доходная на данный момент машины это премиум на машины восьмого уровня то есть это самые доходные машины которая вообще нам доступны в игре как вы знаете они созданы для того чтобы люди у которых есть хоть какие-то деньги могли за эти деньги купить и премиум танк и на нем спокойно там за несколько часов на фармить несколько миллионов серебра вместо того чтобы на машинах 5 6 уровня фармить вместо этих 3-4 часов пару дней то есть это явно экономия времени и быстрый доступ к покупке новых модулей новых танков вот ну в общем очень это выгодно для с точки зрения игры поскольку нам не приходится очень долго фармить долго и нудно на одних и тех же низкоуровневых машинах пытаясь компенсировать те затраты которые уже произошли ли которые предстоят например там покупка нового танка или каких-то дорогих модулей вот и так как першинг супер першинг машина противоречивая но в то же время интересная и недорогая то встает вопрос у многих игроков а стоит ли его покупать ведь прошел слух что супер першинг несмотря на то что он и так как бы не являлся на гибаторской машиной ну по крайней мере в первых двух патчах он был на гибаторской машиной потом его нерфили нерфили за нерфили очень в конец и последний нерв был это был нерв вот этих бронелистов лобовых на корпусе которым поменяли там углы наклона в общем что-то там намудрили но по факту скажу так как человек который давно ездит уже на супер першинге реально проще стало его пробивать вот раньше в корпус супер першинг пробить было очень сложно верхний бронелистом даже там зачастую танки 9 уровня не могли пробить вот нижний бронелист тоже с трудом пробивался в общем когда нас видели не могли попасть башню да там определенные бывают такие позиции вот то переключались на голду и только голду и там как-то пытались пробить нас в корпус вот башня вот если не считать вот эти вот недоработки до в защите этих вот эти вот упущения да и где экраны не закрывают тип этого балансира на вот этих вот щелей чоками вот 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 этой части верхней даст с ком башней люка вот то вот это вот штука вообще практически ничем не пробивается толком поскольку вот за ней тут еще огромная маска достаточно толстая ну помимо маски еще броня самой башни вот поэтому наверное это а также ввиду того что на супер пешинах в основном играли скиллованные игроки может не скиллованные не выдерживали у них нервы не удерживали не продавали машины или забрасывали их просто вот поскольку машина требует изучение как минимум ее брони знать ее слабые места но ты иметь правильно их использовать правильно танковать чтобы вот эту самую броню противоречивая в то же время непредсказуемо умело использовать а вот в общем из-за этого наверно посыпали жалобы что вот как это так мы не можем супер пешим пробить в башню когда вот это он дергается мы не можем выцелить ему балансиры а вот попасть вот эти зазоры и вообще проблема в движущемся танке и в движущийся танк поэтому мы стреляем корпус а корпус опять не пробивается ай-яй-яй какой непорядок что за гадость давайте короче понерфим этот першинг в общем под предлогом там какой-то там нормализации историзации в общем привести к броню реальным там значением не знаю кому это конечно надо поскольку игра до реальности очень далека по сути хотя бы потому что это аркада в общем эту броню немножко по нерве ли немножко прилично и теперь на спокойно не только уже девятые уровни но и восьмые уровни пробивает то есть если раньше например вас не мало там яхт-пантера пробить нижний бронелист обычным снарядом бронебойным то сейчас она уже это сделать может спокойно то есть 200 и 203 миллиметра пробития уже достаточно чтобы прошить вот эти экраны могучие которые тут 170 миллиметров да как бы бронирование корпуса вот но там же еще она что-то так и расположена что это фактически экранирование данного оси туда расчет сильнее чем положено бы для сплошной брони да тем не менее в общем по нерве ли это дело по нерве ли и сейчас это конечно халявы такой уже нету хотя общем халявой не назовешь поскольку танк никогда не был нагибатором как в свое время был к в 5 до который там просто рвал этот рандом всех подряд своей могучей броней над огромным запасом прочности вот пишем таким не был никогда он не вызывал таких прям проблем тем не менее умудрились его по нерве теперь конечно рассчитывать уже так сильно на корпусную броню не стоит еще больше надо полагаться на маневр что сделали увеличили немножко скорость где-то пару километров пару-тройку немножко улучшили маневренность и уменьшили разброс при повороте башни вот это действительно одна из таких положительных вещей что уменьши стала ствол вот прицел расходиться при повороте башни что в общем то было сделано правильно поскольку в общем супер пишет но никогда у нас там супер мощным орудием не славился если мы еще взять его косым на это вообще будет замечательно вот хоть в этом плане немножко танк апнули стрелять стало чуть-чуть комфортнее ездить стало немножко быстрее научим то честно разница небольшая а вот то что почувствовалось сразу это то что да вот вот эту броню по нерфе ли вы жестоко это конечно было неприятно можете там посмотреть же видео я помню есть на канале я там показывал как от этой девятого уровня прошибают нас вот эту часть которую раньше не очень мне не по зубам им было вот и что у нас остается в итоге остается у нас с вами в итоге недорогая стоимость танка до 6000 единиц он сейчас у нас 600 со скидкой скорострельное орудие такое у нас орудие 90 миллиметров т-1 т-15 е-1 по сути если равнять его там с пешеном стандартным что-то это все в общем то идет от него эти все пушки то есть там у него пешена такое же орудие вот она правда выглядит по-другому но у нее такие же показатели примерно а вот хотя нет подождите это орудие у нас находится у паттона здесь у нас м3 есть вот это топовая и кстати топа вот это топовое орудие с пробитием на 180 просили установить разработчиков хотя бы это напишет хотя бы на 10 миллиметров здесь больше пробития чтобы хоть как-то немножко пешеного супер пешеного легче жилось но разработчики отказались это сделать не знаю почему хотя в этом наверно было бы точно уж баланс бы не налоги не не нарушила немножко легче бы супер пешеного столожить однозначно вот а подобное орудие имеется вот здесь у нас на паттоне вот называется но м36 они практически такие же показатели пробитие 172 у вас скоро стрелять почти восемь выстрелов вот из практически идентичная тому что вот у нас установлено орудие здесь у нас 170 пробития скоро стрелять чуть пониже вот ну практически в общем одно и то же значит второй плюс какой у нас недорогие снаряды да то есть вот эти снаряды у нас обычные бронебойные 255 стоит правда голда стоит прилично вот голдой поверьте вы будете пользоваться очень часто это один из недостатков так а то что пробитие в 170 не хватает в половине боев точно с половиной соперников точно с одной стороны вы как бы не слушайте тех что говорят что в каждом бою в общем без голды там вообще никуда да нет примерно там минимум 30 боев голда вообще не нужно и а там еще есть спорная ситуация смешанные в общем если все это уравнять и посчитать среднее то где-то в половине боев вам голда особо то и не нужна не только в половине случаев она вам нужна и даже необходимо вот ну без голды никуда благо голда имеет отличное пробитие вот 258 миллиметров и этой голдой можно сшить все это ты десятого уровня вот конечно требуется выцеливание но тем не менее пробивать их можно элементарно и дамажить можно элементарно но проблема в том что снаряд вот видите у нас дорогой почти 5000 на стоит но эта проблема решается решаемые проблемы ждете акцию покупаете снаряды со скидкой видите как я здесь накупил их почти 2000 снарядов вот осталось чуть меньше было там две с лишним тысячи вот и спокойно себе фармите в принципе там со скидкой этот снаряд там обходился где-то там две с половиной тысячи один в общем-то не сильно той дорого для голды в любом случае с ним с вот этим таким подходом вы будете фармить при спокойно без каких-либо проблем так что эта проблема решаемая значит скотч на фугасные нам нужно по столько поскольку чем можно не использовать в общем а для целей там седьмого шестого уровня обычная бронебойных хватает за ловой ну и для обстрела там восьмого уровня сбоку тоже обычный грани бы на хватает вполне когда нужно тогда когда решается исход боя когда нужно продавить направление против крепких целей тогда да так когда вы играете от саппорт или от обороны можно спокойно бы башками стрелять выцеливать слабые места вот и это не является большой проблемой низ плюсов у на скорострельность да небольшой разброс при повороте башни при движении и в принципе относительно неплохая точность низкий плюс сводится очень достаточно быстро там по сравнению с другими премиум танками там в общем все достаточно хорошо вот если взять там тоже фсм тут у него примерно такое же орудие она кэш получения там 212 пробития сводится но также как и наши в общем стоимость снарядов такая же как и наша вот но один минус у фсм а если мы можем рассчитывать на лобовый бронена время если мы где-то на засаду нарвались мы можем за счет лобовой там немножко играя корпусом откатиться за ближайший камень или домик то фсм уже вряд ли он тоже такой большой сарайной но бронения совершенно лобовый нету кроме маски пушки до лобовой бронебашни и все его расстреляют два счета он он не выдержит абсолютно а вот супер пиршев может плюс у него есть это уникальное свойство что иногда вроде бы противник бьет по всем канонам по всем правилам куда надо а про они пробивают вот не пробивает и все и и хоть тихо на и вот иногда такое бывает и зачастую ловишь чате там различные сообщения удивлены ну как это так я же там на объекте 704 доцелился куда надо да не пробил да как это может быть у меня же там пробитие почти 300 миллиметров елки-палки очень вот такое бывает бывает довольно часто это в общем весело достаточно значит еще к недостаткам танка относится его скорость манере ск мы тоже говорили то что 40 километров с чепуха там он едва там за 26 километров переваливает вот плюс еще их набрать надо на чем будет держать это там 28 километров в лучшем случае где-то по ровной местности стабильность ухода он не отличается почему пошли не слабый движок у него там 500 лошадок ясное дело что для машины весом 53 тонны 500 лошадок это просто несерьезно да поэтому не общем динамика слабенькая но зато вертится хорошо 32 градуса скорость поворота ходовой это самая ходовая она в общем защищена плохо сбоку прошиваться пишет к элементарно попадание сбоку это крит боеукладки почти всегда вот поэтому видите здесь мокрая стоит она не просто так стоит а вот и выучена бесконтактная для заряжающего на это все не просто так это все на по опыту боев очень было определено давным-давно что это все для ст американских это общие проблемы до попадания в боеукладку сбоку повреждения касается и паттонов и пешенов и м4 шерманов мне все примерно та же самая проблема остается всегда вот сбоку пробивается элементарно в катки его даже по таким углом проходит урон хотя в общем гусеницы достаточно жирная но это не т29 пробивают намного проще начать башня бронирование фактически только во лбу сбоку брони нету сзади брони нет вообще там смешные цифры там корпус 50 миллиметров на сами понимаете да по бокам 76 миллиметров но это все в общем не годится даже против танков пятого уровня когда вы будете стоять к сопернику в бомб и например повернете башню что стрелять там там который пытается закружить вас уже элементарно вот будет пробивать сбоку в башню плюс она ведь и продолговатой формы такой попасть ее не проблема соперники любят это делать вот так что пробивается сбоку замечательно с дырок в лобовой брони как уже говорила сейчас в общем и корпус уже прошивают то что раньше нельзя было никак пулеметное гнездо но попасть него сложно вообще в первую очередь стараются конечно попасть вот сюда вот эти зазоры в люк и конечно балансир это любимое место самое любимое место в которое лупят всегда а когда поменяли значит разброс снарядов да когда все стало лететь кучнее начались очень самые веселые времена для супер пиршина если раньше мы могли спокойно там выезжать против танков типа из они страдали жутко от нас жутко просто никогда там из су-152 там кв-3 не вызывали каких-то вообще проблем вот немцы до немцы точные немцы попадали а вот совки они все время мазали и в общем когда в ощущение такое может быть она за знайска но всегда когда выезжал на из этого года такое ощущение легкости потому что я знал как маневрировать как уходить там от его выцеливания у него была косая пушка и общем не только ничего сделать не мог всего попадания там в маску они все они не проходили они сжирались вот этими экранами поэтому элементарно там снаряд за снарядом там этот из пяти шести попаданий разбирали и в лучшем случае если он раз умудрился вас попасть это в лучшем случае но опять же это тоже от скилла зависит игрока далеко не все так умели там не раз наблюдалась картина как просто или по дурацки на супер пиршинге люди сливаются ну вот тут уже говорится вопрос к навыку в общем и так слабая динамика да но хорошая маневренность слабая борта но хорошая лобовая броня но лобовая броня имеет несколько дырок основные из них конечно это вот это вот чель люк и балансир да а вот что еще горит неплохо сзади вообще броня слабенькая 50 миллиметров поэтому старайтесь многие ездят с маслом чтобы увеличить то есть бензином я хотел сказать ленглизовским маслом многие ездят с высокооктановым бензином ну или там сколой до чтобы повысить общую динамику танка но я вам не советую это делать если у вас хотя бы например мех воду не выучен этот навык чистота и порядок вот когда чистота и порядок выучены желательно счетом паре пару чтобы танкиста выучила пожаротушение вот тогда можете ездить с высокооктановым бензином не бояться в идеале конечно лучше поставить заполнение боков co2 вот и тогда все вообще замечательно и опять же пару человек учит пожаротушение все и можете спокойно ездить с высокооктановым бензином танк все равно будет оставаться медлительным как бы вы ни старались даже если выучить боевое братство поставите вентиляцию вот и потом еще высокооктановый бензин он конечно станет динамичнее да уже более-менее но все равно машина достаточно медленно этом с fsm 50t сравнивать ничего но быстрее чем лев быстрее чем лев динамичнее в целом чем т-34 но по прямой 334 на сделает хотя на поворотах он очень сильно теряет скорость мы же не мы же нет мы не теряем значит что еще можно сказать проблема с голду решаем а значит по части связи 745 у нас тут радиостанция дает очень более чем достаточно чтоб видеть большую часть самых больших карт чем это абсолютно не проблема с билда опять же что там нам можно оставить взор у нас неплохой почти 400 метров поэтому как бы на оптику и ставку не делал поэтому я выбрал вентиляцию до чтобы повысить все показатели в том числе немножко и обзор досылатель естественно поскольку у нас и так скорострельная пушка надо еще более улучшить дпм при всем при том что разброс у нас не сильно то большой сводимся мы достаточно быстро поэтому как бы приоритет между досылателем и усиленными приводами наводки был и конечно в пользу досылателя вот стабилизатор можно ставить можно не ставить танк очень медленный как бы и разброс там незначительный у него вот поэтому ну по крайней мере мне хватает двух навыков этого плавный ход плавный поворот башни в общем в стабилизаторе особой нужды нету маскировка конечно танку нужно поскольку зачастую приходится действовать из засад особенно когда мы внизу списка одной плюс машина не сильно высокая в общем достаточно незаметно и можно вот так вот по птшному неплохо фармить вполне неплохо фармить значит и ну и конечно что там лампочку надо изучать да ремонт конечно надо изучать хотя бы там двум трем шленам экипажа чтобы вы не стояли навысли слишком долго вот ну и если вас не стоит оптика да в общем так как зачастую нам приходится идти впереди всех и видеть надо хорошо поэтому вот учим навыки для обзора типа вот радио перехвата вот они немножко нам добавят обзор в общем не помешает вот вот такой вот очень танк для сравнения там с другими как бы лев он имеет неплохое бронирование башни очень хорошая но у него отвратительно вы вертикальной наводки а у нас же они великолепные мы можем с любого холмика с любой возвышенности бить вниз просто прекрасно ствол вниз как скажем огнется просто великолепно вот и вверх так же самое любой противник там на какой-то возвышенности мы его достаем элементарно у льва эта проблема он не может вверх вниз нормально стул повернуть плюс лев загорается от пробить и спереди в нижний бронелист в общем и броня него там достаточно слабая борта не такие же слабые как и у нас но они еще выше и попасть еще проще горит очень часто лев вот хорошие не орудия очень очень хорошая но снаряды в четыре раза дороже чем наши вот при этом скоростеренность не не такая высокая как хотелось бы но неплохое очень неплохая точность хорошее пробитие в общем неплохой и разовый урон вот хотя машина очень медленная лев и очень неудобная на ухабах различных так как вы вертикальной наводки там очень плохие вот ну и плюс он еще медленнее чем першин поэтому он явно не для любителей быстрой езды вот что касается fsm fsm быстрая машина пушка схожая с нашей по характеристикам и снаряды тоже недорогие пробитие у нее больше но практически он лишен лобовой брони норма здесь 120 миллиметров к же чепуха может держит только вот маска вот в остальном все почти брони плохо но у нее очень мощный двигатель на 1000 лошадок очень динамичный танк очень быстро но если бы одно но он он очень большой он как сарай огромный вот и в него попасть конечно не проблема вот но то в целом принципе машина неплохая опять же броня габариты слабая броня огромные габариты очень сильно занижает эффективность танка вот если брать советскую ветку там на восьмом уровне нас и 6 по которому там сейчас проходит акция до который может быть достанется некоторым игрокам самым упорным он у нас отлично защищен практически по всем направлениям конечно же у нее нет таких замечательных экранов как у нас и если на мы нас иногда там в корпус пробить не могут то вот из 6 пробивается куда эффективнее от люк мех вода нижний бронелес там каш под острым углом его пробить сложнее ну и вот эти вот ранее тоже пробивается хорошо хотя ну и крыша крыша на традиционно леса вот эта крыша у них слабенько из из 6 из 3 у них вот слабенько это хотя конечно при мелом танкование маневрирование очень очень рикошетистый танк очень крепкие борта пробить очень сложно даже сзади порой пробить не могут башня очень крепкая в целом по всем направлениям вот достаточно быстрый как для себя для тяжа 35 километров вот единственно что с маневренностью немножко проблемы 26 градусов скорость поворота а вот прочность такая же как у нас на 50 единиц больше двигатель немножко мощнее наши по прямой у нас конечно обгоняет а вот ну и пушка у него почти такая же как у исов да как там немножко на особенная в общем в целом по характеристикам такая же самая среднее пробитие 175 урон 390 очень плохое сведение вот но здесь более высокая скорострельность 155 и 13 выстрела минуту из минусов конечно дальность связи 440 и обзор очень плохой 350 метров ну и плюс он конечно дороже на 4000 даже со скидкой на 4000 дороже чем супер пишем вот у немцев у нас там выбор какой лов который мы уже описали да и их тигрут у него там 8 500 но это пт в первую очередь пт то есть сбили гусеницы все стойте отдыхать и 250 лобовой брони это только вот боевая рубка да в принципе верхний бронелист там полно 180 если не ошибаюсь миллиметров тоже достаточно крепкий пробить его сложно но отлично пробивается нижний бронелист опять же этот риск пожара вот отличные высокие борта которые все любят пробивать просто обожают вот ну пушка хорошая здесь конечно скорострельная пушка тигра на 203 пробитие 240 урон скорострельность бешеная 11 выстрелов в минуту с точность великолепная на 31 время сведения 2 секунды то есть по части орудия там все прекрасно лобовая броня неплохая но есть свои кич недостатки и противоречия самая главная недостаток танка наверно даже не это то что у него низкая маневренность скорость поворота 22 радуса в секунду вот и максимальная скорость 28 вот это самые главные минусы если бы немножко повышение скорость была и маневренность тоже не так бы чувствовались эти недостатки пт когда их там пытаться закружить или сбивают гусеницу ломать передние катки вот и становится на беззащитной так в целом машина неплохая неплохая машина для фарма но опять же она не всем подойдет для любителей пт да это будет то что надо вполне садится машина но учтите несмотря на огромную броню яхтира который там показывается вы все равно будете встречаться с восьмерками с девятками девятки вас будет элементарно пробивать в нижней броне лист просто легко даже в щеки руки будут пробиваться вот хотя маска там очень хорошо кушает урон значит еще у нас есть на выбор т-34 да ну вот но это огромная махина которая очень после того как поправили общую точность снарядов стала очень популярной но это в общем тоже ты 29 до на которой поставили более мощность 120 миллиметров орудия самая высокая альфа среди премиумных танков на 8 уровне 400 пробития самая высокая 248 миллиметров скорострельность низко 4 выстрела минуту точность неплохая сейчас в общем на 35 но отвратительное время сведения 34 плюс имеет свойство такое замечательное при повороте башни когда вы пытаетесь там на ходу стрельнуть снаряд летит как неизвестно куда будто бы его выпустили там с какой-то там с арбалета и лишь или с луком куда-то пакует траектории страна летит по сторонам еще никогда не попадает цель вот мощная башня лобовое бронирование тут с маской пусть и 280 миллиметров то есть сбоку ее трудно пробить где-то с 27 миллиметров но она такая обтекаемая в общем и достаточно крепкая ну вот единственно сзади она пробивается чуть получше хотя и сзади вот чем уникален т-34 у нее сзади 203 миллиметра потому что у нее припаян там противовес к пушке это увеличило заднюю броню танка в общем по части башни это наверное одна из самых лучших моделей вот этой всей серии т-29 и т-34 и т-30 да она самая лучшая потом броня у него там лобовая 120 102 миллиметра корпуса но она под углом приличным плюс очень жирные гусеницы очень хорошо кушает урон ромбом вот зачастую просто поглощая такие попадания что казалось бы должны пробить легко но в целом целом машина неплохая целом машина неплохая для фарма подойдет но это танк для боя на дистанциях средних ну и наверное даже дальних хотя и в городских боях он достаточно опасен с такой альфа и он страх и ужас наводит даже на танке 10 уровня в этом он конечно уникален безусловно это одна из самых интересных машин двигатель на 810 лошадок при весе в 70 тонн в общем по прямой принципе неплохо разгоняется вот но очень неповоротлива очень неповоротлива вот и обзор у нее не самые лучи и это все в сумме с отвратительным скоростью сведения орудия конечно делает игру на нем непростой в общем на нем удовольствие станете получать то когда у вас будет но очень скиллованный экипаж когда вот нивелируется вот эти все минусы которые мы перечислили но и самый главный минус дорогой он да это один из самых дорогих премиум танков на восьмом уровне на восьмом уровне еще у нас есть китай вот с двумя танками 3-4-3 и 112 но 112 по сути это тоже из 6 да только наверно с еще более крепкими бортами поскольку по практике встречи с этими танками в борт шьется но с таким трудом просто невероятным то у них какие-то дикие экраны поглощают урон очень хорошо вот в этом плане очень сильный танк неплохая не лобовая рикошетиста очень крепкая башня если 40 миллиметров корпус хоть 120 на наклон очень приличная продолговато не форма такая вот зад у него выступающий хорошо от его поражать движок скорострельность они ниже чем у из а хотя орудия практически идентичны в общем это советских пушек все сделано на их основе прочность средняя вес тоже очень для тяжа средний двигатель тут послабее 580 лошадок хотя максималка 45 над скорость поворота тоже принципе неплохо как для тяжа 26 такой танк можно сказать для любителей лисов он принципе подойдет в принципе подойдет единственное что визуально конечно оформлен так что ему до и со 6 еще пока далековато еще сыроват он внешне в целом машина сгодится для любителей тяжи значит стоит он тоже достаточно дорого со скидкой сейчас стоят 10 тысяч значит еще у нас есть три четыре три да вот это ст значит такая машина противоречивая опять же даже пушка у нас то 122 миллиметра со скоростью сведения 3 4 десятых секунды что больше всего раздражает многих и многих игроков плюс разброс бешеный 046 пробитие 175 хотя вот имеет преимущество в том плане что голда здесь все-таки не 217 пробивает а 250 миллиметров но опять же это все было хорошо до тех пор пока было там 300 миллиметров пробитие и и не было такого сет такой высокой роли экранов сейчас конечно эти экраны очень хорошо кушать эти кумулятивы в общем все они уходят в пустоту собственно говоря все выливается в огромные затраты вот и порой просто эффективнее стрелять фугасами неже стрелять кумулятивами значит пробития кашки хватает низкая скорострельность но это все еще можно привыкнуть к этому по сути это как будто игра на квасе да только которого переместили на восьмой уровень дали крепкую башенку и улучшили динамику но имеет также он ряд недостатков пробивается вот в правую часть с пожаром очень часто корпусная броня слабенькая 90 миллиметров в лбу 50 по бокам то есть ну фактически ты и нету да из крепкой их мест только башня причем сзади она тоже очень слабая значит хорошая альфа в общем пробитие посредственное невысокая скорострельность долгое время сведения и самый главный минус очень плохо на наклон ствола вниз там всего три градуса наклон ствола вниз это самое главное место то что больше всего раздражает многих многих игроков которые купили этот танк и этот минус практически невозможно компенсировать никакими там навыками модулями это самый главный минус этого танка так подойдет любителям быстрых ст но которые по пушкам ближе таким танком как вас вот но в целом машина неплохая по крайней мере это единственная альтернатива т-59 который уже сняли с продажи хотя пушка здесь совершенно другая и из-за этого тактика у танка тоже несколько другая в общем значительно до изменилась тактика из-за того что ствол по сути имеет свои свойства которые в общем т-50 детников отношения не имеет вообще вот такие вот такой выбор у нас танков и честно говоря на фоне вот всего из вышеперечисленных недостатков всех премиум танков 8 уровня если вы думаете что супер пешинг так уж плохо вы сильно заблуждаетесь практически нет ни одного премиум танка 8 уровня у которого бы не было недостатка причем они заметные недостатки и существенные а вот том-то и принцип премиумных танков что в общем варгемент никогда их не сделает имбовыми как был т-59 или свое время был к в 5 вот они всегда будут какие немножко такие понерфины и поэтому супер пешинг на фоне всех этих танков выглядит весьма неплохо да еще и с такой замечательной ценой 6000 голды и с такой доходностью но на восьмом уровне это еще надо поискать конечно мы его зря что слабая пушка в лобовой броне есть дыры вот слабая там боковая броня там проще проще ну а вот посмотрите на другие танки тут же т-34-3 тоже элементарно прошибается в корпус а по точности орудия он с нами и близко не стоял и у него тоже расход голды очень большой а вот ну ничего нормально живет так у нас же углы вертикальной наводки просто сказка по сравнению с ним пусть у нас динамика слабее но в городских боях на небольших картах мы чувствуем себя великолепно вот если брать там львов и т-34 конечно мощные машины особенно опасно не для нас там на больших дистанциях но когда мы с ними сближаемся на среднюю или короткую дистанцию мы просто за счет дпм а даже пусть стреляя голдой пусть это не совсем честно но за счет дпм а мы их разбираем но что делать если у них там пробитие за 200 30 миллиметров конечно нам приходится переключаться на году в любом случае в дуэли с т-34 или с львом вы еще проще там вообще не проблема можно спокойно там его расстрелять даже если он вас успеет дважды пробить там своим могучей пушкой действительно очень хорошее орудие все равно на дпм в корпус вы его элементарно расстреляете плюс очень маневренный носу танк при всей своей низкой скорости он очень маневренный в общем такая машина в принципе съедобная в общем освоить ее можно приспособиться к ней можно вот ну а для любителей там американских ст это будет прекрасный способ прокачивать экипаж и общем фармить множество кредитов так что списывать в утиль танк не стоит он еще повоюет единственно что действительно вот неприятно было это то что по нерфили броню корпуса в остальном принципе на танке можно жить можно воевать вот как видите я его не продал несмотря на то что была возможность за голду его сдать там пару прошлых патчей я все равно это не сделал так как в общем я уже приноровился к этому танку поэтому смысла в этом особом не видел вот это тоже как бы еще один плюс это том что на этой машине можно воевать воевать принципе достаточно хорошо и получать приличный доход ну вот как видите у меня там на нем почти 600 боев значит это чистый соло рандом 55 процентов побед для сегодняшнего соло рандома который просто я не знаю я понятия не имею вообще как так можно играть как час играть соло рандоми когда сливаются просто в пух и прах на первых минутах союзники это очень хороший показатель вот поэтому в общем на этой машине можно воевать знаете если бы она была такая ужасно то не было там не 55 процентов там и 50 его наверное не было просто было бы никакая результат был бы соответствующий вот так что покупать ее можно но вот сэкономите массу денег и получите доступ к неплохой машине среднему танку 8 уровня с хорошим лобовым бронированием скорострельным достаточно точным орудием с хорошими подкалиберными снарядами вот при неплохой маневренности в общем и относительно невысокой стоимости обслуживания за исключением одного нюанса что надо будет запастись голдой во время скидок на эти самые подкалиберные вот в остальном машина играбельная вот и однозначно если вы купите однозначно она улучшить ваше финансовое состояние в игре это уж точно а теперь давайте посмотрим один из боев в котором будет видно как как в среднем фармит этот танк в общем сейчас мы тут на карте аэродром на танке супер першин покажем как он насколько он способный в плане зарабатывания кредитов в общем вполне стандартном бою хотя здесь мы конечно находимся в топе тем не менее значит как видите да проходили мы вот эту линию на возле воды выскочил 85 к подсветил нас вот ну и квас успел выстрел сделать в общем пробила у нас не в лобовую броню а пробила у нас передний каток то есть в ходовую часть слева прошел удар видите повреждена левая гусеница это как раз тот случай что им говорил по поводу того что даже вот небольшой поворот корпусом очень гусеницы хоть и на вид такие мощные в общем они очень хорошо пробиваются вот поэтому если вы хотите что вас не пробивали в лоб на навсегда либо строго к сопернику прямо стоять либо при небольшом доброте корпуса то есть ромба здесь не работают слишком слабая бортовая броня поэтому даже квас умудрился нас пробить хотя мы там немножечко были к нему развернута корпуса но в общем ему этого хватило вот на не снова такой урон хотя могут быть и хуже значит 33 85 видите это но очень не соперник для нашей пушки и разобрали его элементарно пробивается он без какой-либо там голды и прочего это совершенно здесь не нужно вот заезжаем на горочку подсвечиваем значит а сейчас вот смотрите какая ситуация здесь яхт пантера вот она стреляет по нам и пробивает хотя вот мы стояли строго прямо к ней пусть здесь небольшая возвышенность была ладно тем не менее смотрите пробило нас значит корпус правда в нижний бронелист но здесь такие краны сущему разницы нету особо вот то что раньше было практически невозможно я не знаю может быть он стрелял голдой очень ну там голды там разница там между голдой и обычным бронебойным там если не ошибаюсь 34 миллиметра разницы бронепробития общем не такая существенная вот тем не менее он умудрился нас пробить и это как раз результат вот этого нерфа лобовый бронекорпуса который был проведен разработчиками под лозунгом нормализации там расположение там историчности историчности расположения бронелистов на лобовой броне вот имеем что имеем и вот видите еще раз замечательно нас пробивают значит тут уже туда же нижний бронелист но вот но сбоку броня у нас и так слабенькая поэтому там халкат нам набросил еще вот в этом отношении все у нас вообще прекрасно складывается честно говоря вот этот вот нерф лобовый бронекорпуса вызывает одно недоумение вот и вопросы к разработчикам чем вот так вот мешало этот лобовая броня супер пешина ведь и так танк в общем то нельзя относить каким-то супер крепким машинам которые в общем там крошат все и вся вот тем не менее умудрились его панель фить вот и теперь из-за этой вот замечательной новинки нас даже яхт пантера пт 7 уровня с пробитием 2-3 миллиметра элементарно прошивает в корпус хотя раньше нас туда в общем и цели по страшнее пробить мали но теперь мы практически с остатками хп на один выстрел аккуратненько пытаемся по центр подсветить кого-то там задамажить в общем толком ничего сделать не можем так как противники с разных сторон тем не менее ведь и точность орудия как мы в краешек тиски по крыше если умудрились влепить даже толком не свести не успели свестись на цель но тем не менее попали внизу еще два танка хелкат яхт пантера так мы долго светились мы не вылазим после артиллерии там одну плюху бросить по нам и все ночью тут тоже момент такой появляется что елка отвлекает соперников ночью чем мы сейчас и воспользуемся атакуем хелката вот он к нам развернут кормой пока он там занят погоней за нашим танком его елочкой мы его уничтожаем ну и соответственно два покосанных потехи также допили наши союзники вот нам теперь остается добраться до вражеской артиллерии но и все чего там осталось вот уже подсвечивает фактически все находятся на 1 2 линии вот елка отлично просто действует забирает буратину также пазы сфл 5 забирают мы здесь встречаем мх13 75 и вот обратите внимание до чего конечно я понимаю что он сейчас бил голдой но блин но это вообще уже конечно за ранее разумно в верхней бронелист он нас пробивает это 1375 это вот это вот блохо задохлик вот этот который наши вообще там в лоб нам еще сделать ему у нас пробивает в корпус не зачем думали разработчики когда такой нерв лобовой брони делали у меня слов нету тем не менее мы все еще продолжаем сопротивление хотя вот здесь вот повелся он конечно на возможность сверху накинуть нам по балансиру поторопился вот и моего уничтожили естественно вот теперь остается т-150 в общем опытный игрок трех танкистов уже наших уничтожил вот мы естественно заполняем в круг чтобы получить психологическое преимущество все таки мы стоим на захвате также нас прикрывает арта вот благо противник уже засветился сюрпризов не будет вот и пока он там выезжает для выстрела разброс у него там орудия большой свой цену долго вот мы успели ему в борт выстрелить раз практически без остановок до все это преимущество орудия и здесь вот поигрывая корпусом краешком моего все-таки выманили заставили стрельнуть вот и вот этой возможности мы воспользовались хотя на что он там рассчитывал сбоку он бы нас не пробил даже вот после этого нерфа корпусной брони в общем и несмотря вот на то что бой в общем достаточно такой прозаический обычный мы за этот бой заработали более 90 тысяч серебра практически не используя голду вот вот это вот такой простой пример на что способен супер пиршинг надеюсь это видео кажется для вас полезным вы сделаете свои выводы покупать или не покупать вам супер пиршинг или какой-либо другой премиум танк ну в любом случае если видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч пока